16 декабря в Леневском Доме Культуры собрались любители поэзии. Здесь состоялась презентация сборника стихов «Рождество Христово». К великой радости поэтов из литературного объединения вдохновения и, конечно, почитателей их талантов, подобные встречи становятся ежегодными. Сборник стихов «Рождество Христово» печатался в прошлые годы. Свежеиспечённые издания местные поэты презентовали и в этом. В Дворце культуры города Куйбышево Новосибирской области, который раньше назывался Каинск, состоялся четвёртый открытый литературный конкурс-фестиваль «Рождество Христово». Открыл праздник и благословил его пресвященство, лепископ Каинский и Барабинский Феодосий. Количество участников этого красивого, тёплого, доброго фестиваля увеличивается с каждым годом. Если на первом фестивале было 37 человек, то в 2017 году было подано 140 заявок на участие. Расширяется география фестиваля. Кроме районов, уже всех районов Новосибирской области, добавляются другие города России. В этот раз добавились Магнитоборск, Санкт-Петербург, Белоруссия и города Германии Бонн и Дуссельдорф. В стихах и прозаических произведениях, поданных на фестиваль, отражается важнейшее событие в истории человечества. Рождество, рождение Христа Спасителя и понимание детьми и взрослыми вечных ценностей, добро, милосердие, любовь. При подведении итогов конкурса «Рождество Христово» каждый участник получил в подарок икону. Многие награждены были дипломами фестиваля, некоторые стали лауреатами. Очень бы хотелось выразить вам свою благодарность, даже, наверное, вам поклониться, потому что в наше время, к сожалению, мало кто все-таки в руки берет книги или вообще имеет какое-то к ним отношение, серьезное отношение. И поэтому, может быть, благодаря таким, как вы, таким людям, которые уважают все-таки, ну, можно, если так опять же выразиться, такую письменную, стихотворную даже культуру, вот, может, молодежь, глядя на вас, как-то к этому тоже потянется и будет вас для себя брать как за образец. Участники литературного объединения «Вдохновение» – постоянные конкурсанты всевозможных поэтических состязаний. Самое активное участие приняли они и в конкурсе «Рождество Христово». Все участники «Леневцы» стали призерами фестиваля. И так было все четыре года, которые мы участвовали в нем. Ну, а сейчас я хочу, я буду приглашать к микрофону наших с вами земляков, участников этого ежегодного фестиваля. Со всегда присущей творческим людям долей смущения авторы стихов один за другим выходили к микрофону, чтобы процитировать строки своих стихов по тематике встречи. Сегодняшний, можно сказать, для нас праздничный этот день. Очень хорошо, что в приятную погоду в такую. Все вокруг волшебно, очень красиво. Это еще больше вдохновляет. Красоте неземной, сотворяя молитву, Зазвенит в поднебесе сердечная нить. Кто за душу твою отправляется в битву, Умирая в надежде, что ты будешь жить? И кому благодарность преклонишь колено? За кого со свечой во храм ты войдешь? Где родные до боли и вечные стены Сохранят все, что ты в этот мир принесешь? Серебристое утро сегодня. Воздух полон таинственных сил. И на сердце легко и свободно. Мир в крещении очень красив. Я вчера загадала желание Пить сном на крещерскую ночь. Предрассветной водицею ранней Смыла все мне ненужное прочь. Попросила у Бога прощения За житейскую слабость, грехи. Все, чем сердце живет, Непременно я незримо вложила в стихи. Укрепляет надежду и веру День такой необычный, святой. Наполняет любовью без меры Светлой благостью и добротой. И воспрянув душою и телом С благодарностью в небо гляжу. В жизнь шагаю, уверенно, смело, Только лучшее в ней нахожу. Тема любви к миру, к ближнему, Тема веры так или иначе Находит отражение в творчестве Любого поэта. Строки, укладывающиеся на бумагу, Всегда результат переживаний автора, Его внутренние беседы С окружающими и с самим собой, Его противоборство или, напротив, Гармония с обстоятельствами. Мне б муж приснился, улыбаясь, Смущенно молвив, я живой. Ты не грусти, не плачь, родная. Пусть не в раю, но Бог со мной. Я был прощен и был избавлен От рам телесных, мук земных, И груз, которым был придавлен, Убрал все вышли, как свиных. Теплом наполнил душу Божию, Слегка растерян потому, Считал я, злые мысли множат, Что неизбежно потону В своих грехах и стеркнословье, Задолго ссадом свой пошив. Меня Господь простил с любовью, И понял я, что снова жив. Тебя, Господь, благодарю За то, что я живу на свете, За маму милую мою, И что со мной и муж, и дети. И день и ночь молю Всевышний, Храни детей моих, храни. Молитву матери услышь ты, Дороже жизни мне они. Лишь для детей своих и внуков Хочу на этом свете жить. Не допусти, Господь, разлуки, Не дай детей мне пережить. Я не хочу богатств несмертных За то, что есть земной поклон, За то, что слышу на рассвете Над храмом колокольный звон, За пень птиц и солнца в небе, За путь, который я прошла, И в миг, когда уйду я в небо, Шепну спасибо, что была. Сборник «Рождество Христово» Для настоящих ценителей поэзии, Для тех, кто любит размышлять Над прочитанным, Кто стремится видеть глубину И чувствовать автора. Такие в тот день собрались На презентацию книги, Чтобы узнать, в чем ее суть. Атмосферу помогали создавать Не только хорошо подобранные кадры, Стихи, идущие от сердца, Но и выступления фольклорного Коллектива «Родняшенька». Развяжите мои крылья, Дайте волю полетать, Я заброшенную долю Полечу страну искать, Я заброшенную долю Полечу страну искать, Полечу страну родную Туда направлю свой полет, Раз, прошу про мать родную, Как она теперь живет. Так должно быть всегда изначально, Чтобы память людская жила, Чтобы вечно призывно звучали Светлой памяти колокола, Чтобы люди свои корни знали, Чтобы в каждом любовь к ним жила, Чтобы в жизни всегда призывали Чистой памяти колокола, Чтобы помнили, не забывали Тех, кого война унесла, Никогда, чтобы не замолкали Вечной памяти колокола, Чтобы эта память людская Лишь к добру звала и звала, Пусть звонят и звонят, Не смолкая нашей совести колокола. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова